Ну что, Тарасов, ты готов к моим кулакам? Мне было бы интересен на самом деле даться как на голых кулаках, так и по боксу. Это такой персонаж, даже его, если честно, личностью не хочется называть. Это такой персонаж, который неприятен мне достаточно давно. Кар турнира «Нашего дела» на 26 апреля пополнился еще одной парой бойцов. Ими стали Али Хайбати и Артем Тарасов. Хайбати в обращении к своему сопернику пообещал провести воспитательную работу в клетке. Ну что, Тарасов, 26 апреля ты готов к моим кулакам? Беспощадно буду тебя перевоспитать. Артем не стал молчать и парировал слова своего визави. «Клоун сделал со мной три стердауна по ММА, в итоге слился на бокс. Трусишки вы мои. Я всегда готов, в отличие от тебя. То вес не тот, то вид спорта не тот, то понос, то золотуха. Пока вы, клоуны, избегаете боя со мной по ММА, я соглашаюсь на ваши условия. Истерят за каждый 100 грамм». Али Хайбати, ты уже всех так беспощадно бьешь, что нам очень страшно, пишет Тарасов. Последняя реплика Артема, как я понял, это намек на крайний бой Хайбати старшего. В поединке по боксу в ММА-перчатках против Нарека Симоняна Али получил травму после запрещенного броска первого. По итогу Симонян получил дисквалификацию и победа у Шваха-Хайбати. А как вы думаете, как закончится это противостояние по тем же правилам бокса в ММА-перчатках? Тем временем топовый кулачный боец Дауд Кельбеханов нелестно высказался в адрес Вячеслава Дацика. Не скрывая свою неприязнь к данному, цитируя, персонажу, Стханский не против провести с ним поединок. Дацик это такой персонаж, не личность, а именно персонаж, который неприятен мне достаточно давно. Да и не только мне. Этот человек имел наглость высказаться в адрес такого серьезного спортсмена, как Мухаммед Али, называя его обезьяной или что-то в этом роде. А я такие моменты воспринимаю как личное оскорбление. Поэтому, как соперник, мне интересен Дацик. Неважно, это бой на голых кулаках или по боксу. Разделяете ли вы позицию Кельбеханова и хотели бы вы увидеть его бой против Вячеслава Дацика? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры сделал DimaTorzok